Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы тут про чудо говорили? Мы говорили про то, что мы попали в райский сад. А вы еще не попали, вы только сделали 5 шагов. Это не рай, разве что в Сибири, в Красноярском крае... А вы попробовали? Попробовали, да. Чудо немыслимое. Итак, давайте так. Вот это я уже многим показывал. И вы попробовали. Давайте пойдем нетоптанными дорогами. Так, где наш мужик? Юра! Кажется, Иванович, да? Да. Вот. А, он же машину отгоняет. Ну ладно, так. Тогда... Далеко он? Рядом. Рядом? Хорошо. Сейчас мы будем разбираться. Значит, смотрите. Это... Юрий Иванович... Значит, сюжет такой. Вы сказали, хотите побывать в райском саду. Да. Но я никогда ничего зря не делаю. Знаете, что это такое? Вот это перед вами? Вот это? Да. Персик? Не знаю. Персик. А почему он здесь не замерзает? Стандартный ответ. С севера закрыт. От... Ответа. С северных ветров. С юга отапливает дом. Называется как? Называется... При... При... Я называю. Я... А! Надо громче говорить. Я это называю тепловая подушка. Мой термин. Вот. Пойдемте нетоптанными тропами. Стоило взять... Видите, вот это дикие... Раньше они были дикие. Я их называю вот эти сеянцы. Не привитые. Сыновья манжурского абрикоса. Там... Дальше я вам познакомлюсь с гигантом. Так. Делаю три прививки культурных. И... Тут три культурные ветки. Вот. Чтобы без обмана. Смотрите. Вон прививка. Смотрите. Вон она. Вот это вот. Да, да, да. Три ветки культурных, как положено. А вот такие вот... Вот такие. И это называю инфицирование. Это мой личный термин. Стали вот такими. Сами. Дичь. А теперь... Ну, а я их дикими называть не могу. Они у меня уже оккультурились. Ага. Но все-таки сравните листья. И такой же точно саженец был привит. Сделаны три скелетные прививки. А его родные ветки. Вот. Обратите внимание. Родные. Увеличились площадь листьев в три раза. А еще говорят, эффективной глибизации не существует. Да. Говорят же. И вот я к чему говорю. Теперь мы дожидаемся плодоношения. Вот здесь я оставляю одну из них, как контрольную. Вот здесь на привитое, естественно, плоды будут до 100 грамм, а то, что рядом не привитое, но с такими роскошными листьями, какие плоды даст? А вот посмотрим. Удивительно интересный эксперимент. Да. Тут теория, где разобраться бы. Ой, мне это, не хотят, понимаете, извините, морду воротят ученые круги. В Москве говорили, обратите внимание на железо, авторитетный человек обратился в это. Ответ, проходимец. Да. Ну, они все за... Так, ведра брали, там стоят. А, у нас же обход, пусть стоят. Вот смотрите, потом вы будете это все собирать. Это уже ободрали. Обобрали тут. А вот этот растет в тени. Он попозже созреет. Это бай, попробуйте плоды. Я бай довел до 100 грамм. Почему они такие мелкие? Здесь был супер урожай. И еще плюс к тому же, колодец рядом, и никто ни разу его не поливал. А дожди вот только пошли на этой неделе. Первая с весны. Вот, попробуйте. Куснейшая. Куснейшая. Запомнили? Вы приходите с ведрами и прям снимаете с дерева. Иначе вы не довезете до Новосибирска. Вишня. Ну, тут, в принципе, надо несколько часов, чтобы все обойти. Вот на этой вишне были привиты когда-то черешни. Видно следы прививки? Видно. Тогда... Вот это. Нет, нет, это уже вишня. Вишня. Черешня, это где пеньки. Вон они, следы прививки. Вот, смотрите, вот они. Так вот, черешня погибла. Пробуем вишню. Внимание. Давайте, давайте. Дело в том, что чисто дикую вишню есть невозможно. Вот. Называется громче... Чудо. Чудо. Называется чудо. Так вот, значит, я ее назвал вишня с генами черешни. Вот. Потом вот такие ветки попали в Галининград с этого дерева. И получились чистые черешни. Что вы? А вот так, за что купил, за то продаю. Не может быть, чтобы меня милая женщина Людмила обманывала. Так, идем дальше. Вот. Ну, не все так хорошо. Не все так хорошо. Фундук купил, саженец в Москве. Фундук? Да. Замерзает, сережки видите, мертвые. Замерзает каждый год, не плодоносит. Хвалиться нечем. Зато лещина у меня дает предельный урожай каждый год. А это ядной тоже? А лещина, это как бы более, ну, не дикий, но, как бы сказать-то. Ну, вот они не зря же в Сибири прижилось. Вот это не хочет плодоносить, лещина плодоносит. Это вариант, приспособленный за счет того, что плоды помельче. Вот. Давайте заглянем к соседям. Вот. Вот смотрите. Вот это дерево, единственное дерево от науки. Я его сводил своими руками, клянусь богом. Посмотрите туда. Мощно. Вот. Здесь было примерно в 10 раз больше. Ой-ой-ой. Вот это остатки, потому что они, красноярцы, они уехали. Некому дособирать. Вот. Это единственное дерево, я его достал. Я всегда говорю, как есть. Говорят, вот у вас все от науки. Вот единственное от науки. Это от Бойковой, от кандидата наук, от моей милой подруги. Представляете, я дружу бывшим директором Шушинской государственной станции. Так, пойдем дальше. Татьяна, я провожу наших гостей экскурсию и веду запись. Все в порядке. Я понял, поздравить хоть с днем рождения. Спасибо за радио. Пока. Так. Смотрим дальше. Здесь чудеса пополам с трагедиями. Я, кстати, ничего не хочу выпускать. Вот эти сливы, они слаще меда. Их невозможно есть такие сладкие. Это китайские сливы. Они никогда, ну, показать по всей красе не могу, потому что они не поспели. Вот. Они не привиты. И будучи из косточки, они не теряют сортовых качеств. Урожай предельный и так далее. Кстати, видите, ветка нависла. Вон она, абрикосовая. Вот такое близкое соседство. Я всегда жду чудо. Это с этого. С этого, да. Бай. Вот. А вот это вот черешня в чистом виде, что ли? Да, это черешня. Здесь как получается? А, мы же прошли. Вот сейчас. Сейчас покажу сортовую вишню. Лена Александровна, милая, сейчас я с гостями и провожу этот самый. Я знаю, поздравления будет, надеюсь. Но сейчас говорить не могу. Фильм снимаю. Ага. Ладно. Вот. А мы идем нетоптанными тропами. Ладно, пропустил, возвращаюсь. Посмотрите. Это вишня улучшенная тем, что, вот посмотрите, здесь прививки. Здесь вишня, черешня уже... Нет. Посмотрите. Вот черешня, да? Ведом. Ага. Видели? Вот. Ну, для доказательств, все-таки. Ну, я надеюсь, вам это интересно. В Новосибирске черешня, это вообще одна гусь была бы. Нет, там не синяя. Вот. Доказал, что это черешня? Мы знаем. Так, смотрите дальше. А вот это вишня, они супруги. Вот, раз. И второе. Посмотрите на следы прививки. Так? Вот. Все это вместе дало вот такие плоды. Ну-ка. Туш-тран-дарам-дарам-дарам-дарам. Давайте. Тран-дарам-пам-пам-пам-пам. Ну, это еще не зрелая. Вот. Это украинская вишня. Это почти единственное два дерева, три, на территории Сибири. Потому что здесь принято так. Когда я сюда приехал, все, все садоводы, тысяча из тысячи, миллион из миллионов, называли кислючую вишню, черешней. Им били это в голову торгаши. Ах, на длинные ножки, значит, черешня на короткой ножки, значит, вишня и так далее. Вот, дождь пошел, да? Вот. Вот это вот. Эти косточки тоже нуждаются с ним в размножении. Идем дальше. И, может быть, дождь нам помешает сейчас. А, пошли в беседку. Там поговорим, чтобы все-таки по пути, пока еще нас начинают поливать. Ну, может, потом вернемся, может, нет. Трагедия раннего Железова. Посмотрите. Самая, вот она, самая вкусная вишня с Украины. Это вишня? Вот. Да. Вот. У нас ее называли Жуковка. И вот это, что случилось, то случилось. Посмотрите, какие. А, вот здесь попробуйте. Вот эта ветка цела. С Украины? Да, да, Херсонская область, Береславский район. Угу. Сладчайшая. Вот это и есть настоящее. Но это уже беспрекрас. Я еще ее улучшал. На ней тоже следы прививки черешни. И даже одна ветка превратилась в черешни. Давайте прячемся от дождя. Вот. Это степная вишня. Самая заурядная. Но я ее тоже не брезгую. Есть причины, только объяснять долго. Побежали в беседку. Ой-ой-ой-ой. Вот здесь тоже будете собирать. Ой-ой-ой-ой. Манитоба полностью переделанная. А если сломалась ветка от тяжести. Посмотрите, еще даже не собирается плодоносить. Видели? Вот здесь уже собраны десяток ведер. Столько народу здесь паслось. Причем вот это культурное, да? Можно попробовать? Да пробуйте, пробуйте. Зачем пришли? Все. И бегом сюда. Наконец-то мы с дождями. Фу. Вот так вот, друзья. Знаете, Здесь уже последние годы, Ну, пока деревья росли. Вот здесь, допустим, пьем чай. И один раз, это я как-то люблю поговорить. Сядьтесь, пожалуйста. Я люблю поговорить о чем. Вот это дерево переросло, А раньше ветки торчали прямо сюда. Чуть ли не до середины. Вот сюда. И вот это дерево тоже переросло, А раньше ветки торчали. И вот это вот за вами сразу. И, наконец, вот это. И вот сидишь в раю с четырех ветки, Пьешь чай, Или там, как принято говорить, Ремка чая. И прямо, не вставая со стола, Срываешь плод. А когда-то, Извините, что я на такие темы говорю, Я знаю, что трезвенник абсолютный, да? Мы тоже. Вы тоже. Ну, представьте себе, Когда идет фильм «Ширли Мерли», И там показывают нашего русского, Русско-еврейского миллиардера в Америке, Который выпивает бутылку водки с грушком, И вот этот раз над ним, над головой, Висит плод, он срывает и закусывает. И мне стало так завидно, Что я вот это вырастил. Вот сейчас, правда, деревья уже, Те ветки, которые сюда глядели, Они уже там выше крыши. Вот. По чему-то есть такие здесь абрикосы? Еще? Нет, есть и очень много. Дело в том, что мне могли бы даже В какой-то степени, Чуть ли не мордой кто-то. Вот мы ехали, видели, Торгуют абрикосы в дороге. В двух-трех местах. Вы видели это? На рынке? Вы могли не обратить внимание, Мы ехали по Сизой, Огромное абрикосовое дерево, Битком набитое. Ай! Вот. Так это мое дерево. И что получается? Когда кто-то бы сказал, Да причем железы? Ну такой, как все. Вот в сотнях садов, Если не в тысячах. Что я отвечаю? Так они в тех садах, Там мои абрикосы и козы. Самые надежные саденцы, Выращенные по особой технологии, Это есть те, Которые сейчас завалены рыноками. Вот так вот. Но мы удивились, Правда, рынок завален. А это мое. Ну, нет. Две-три фамилии, Ну, вам они ничего не говорят. В том числе и моя. Вот это наша работа. Сколько лет, Как вы начали заниматься садом? Ну, сейчас 38-й год. 38-й? Да, стаж мой. Но я же все-таки с Украины. Именно здесь? Я с Украины, Я очень наблюдательный. А Украина из какой области? По паспорту Польши, А так Львовская область. Львовская? Потом Волынская, Потом Сольская. Вот. Я ни одного сада не пропустил. Потом было командировки в Душанбе, Потом командировки был в Ереване, И что вы думаете о делах? По садам. Сравнивал. Я наблюдатель больше. Сравнивал. Да, сравнивал, сравнивал. И досравнивался. Наши деды из Полтавской губернии. Так что мы тоже... О, земляки, здорово. Да, поиски. Я здесь сколько народу вижу, И когда заходит разговор, Или акцент выдает, Или даже внешность, Особенно женская. Я говорю, ну что, создавайся. А звитки родители? Да, звитки. Ясно-то. С Украиной. Кровь украинцева всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok